Это вызовы времени в студии Мария Бересневич. Эмираты, Китай, Экатериальная Гвинея, Кения. Большое международное турне Александра Лукашенко уже успели назвать прорывным. Причем далеко не только до Беларуси. И это пока касается магистральных договоренностей. Впереди реализация планов и дорожных карт. Белорусский лидер принял участие в международном саммите в Объединенных Арабских Эмиратах. Навстречу приехали делегации из более чем 150 стран. Президент озвучил подходы и предложения Беларуси по решению глобальных климатических вопросов. Также перед заседанием глава белорусского государства провел встречу с коллегами из Зимбабве, Катериальной Гвинеи, Конго, Сербии и Азербайджана. Речь Александра Лукашенко, кстати, в трендах Ютьюба. Мы здесь собрались для того, чтобы в очередной раз высказать озабоченность. А те, кто даже здесь выступали в первых родах, озаботившиеся за внуков, они ведь ведут эти войны. А войны – это страшное загрязнение планеты. Давайте это остановим. Поэтому самое главное – нам надо научиться говорить меньше слов, а больше делать. Я понимаю, если мы примем какую-то декларацию или меморандум, как у нас всегда бывает, мы вряд ли чего-то добьемся. Но давайте, как здесь говорили, опять же, в начале выступающие, 80% грязи на планеты – это от 20 ведущих государств. Давайте в свою декларацию, господин председатель, запишем. Мы не озабоченность, а потребуем от них сократить хотя бы наполовину выбросы в атмосферу. Мы этого не сделаем. Так чего собрались? Вот они деньги, живые деньги. 10 триллионов долларов, которые мы можем, прекратив войны, направить на очищение нашей планеты. И давайте действовать. Не начнем действовать. Природа заставит нас жить по ее законам. Благодарю вас. После Александра Лукашенко отправился в КНР. Дружба Белоруссии и Китая приобретает историческое значение. Наши страны поступательно наращивают взаимодействие. Двусторонним контактом уже более четверти века. В прошлом году между Синекой и Поднебесной достигнут исторический максимум товарооборотов почти 6 миллиардов долларов. Белорусский экспорт в Китае вырос на 77%. Совместно мы воплощаем множество проектов. Единственный вопрос, который я хотел бы с вами обсудить сегодня, это скорость. Время настолько спрессовано. И от нас, может, к счастью, может, к сожалению, эта спрессованность не зависит. И она настолько спрессована, что мы порой отстаем, не успеваем. И это не только Китай, Беларусь, везде так происходит в мире. И тот, кто первый придет в своей цели, тот и будет на вершине. Вы только что сказали про пояс и путь. Я давно для себя сделал вывод, что пояс и путь, это, как вы сказали, уже не концепция сегодня. Это уже практика, реализуемая. И никто сегодня с этим не может спорить. И никто не может найти даже мелочь для того, чтобы подвергнуть критике. Самое главное, что целью вы определили единую судьбу человечества. В отличие от западных стран, которые пытаются разрубить все на части, вы поставили единую цель для всех. Кто может спорить с этим? Си Цзиньпинь отметил Александр Лукашенко, его большой друг. И подчеркнул, два государства смогли выйти на важные договоренности для динамичного развития отношений и укрепления политического и международного взаимодействия. Пекин выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Беларуси. Что касается инициативы «Один бойся, один будь», 10 лет назад данная инициатива являлась концепцией. А теперь более 140 стран и международных организаций присоединились к сотрудничеству в рамках этой инициативы. Под сильным руководством господина президента в вашей стране удалось преодолеть воздействие различных негативных факторов, сохранить социальную гармонию и стабильность, осуществить экономическое восстановление и рост. Что заложило прочную основу для дальнейшего развития. Как вы отметили, для Китая сохранение стабильности и только срочного развития – это очень важно. И мы получили большие успехи в этой работе. В современном мире происходят титанические перемены. Возникают новые риски и вызовы. Много происходящего для нас является неожиданным. Китайская страна готова вместе с белорусскими партнерами укреплять стратегическое взаимодействие во имя создания сообщества «Единой судьбы человечества». Затем президент прибыл на материковую часть экваториальной Гвинеи. Белорусского лидера Утрапа встретил руководитель страны. По итогам переговоров в узком и расширенном составах достигнуты важные договоренности. Первое создание хаба по продвижению отечественной продукции на рынке Центральной и Западной Африки. А двусторонние взаимоотношения Минска и Малаба теперь определяются дорожной картой, рассчитанной на несколько лет. Господин президент, я удивлен тому, что я увидел на этом прекрасном острове, ну, как мне уже рассказали мои сотрудники на территории, куда мы завтра с вами поедем или улетим. Там еще чудеснее. Надо совсем немного для того, чтобы это был действительно райский уголок. Хотя, как я сказал, вы и так живете в раю. Вы поставили перед собой грандиозную задачу. Я обещаю вам, как своему другу, что эту задачу мы можем решить. Все те проблемы, которые надо решать сегодня в Гвинеи экваториальной, мы решали в Беларуси, начиная 30 лет тому назад. Нам это все знакомо. Поэтому мы к вашим услугам. Мы сегодня подписали документы, вы видели, которые носят общий характер. Но в развитии этих документов мы уже зафиксировали, подписали, договорились о 74 конкретных проектах. Вот это подвиг, который совершили члены правительства экваториальной Гвинеи и Беларуси. Наши специалисты. 74 конкретных проекта, которые мы должны реализовать в ближайшие 2-3 года. Завтра начинаем копать землю в Гвинеи и решать проблемы. Поездка продолжилась. Поздно вечером Александр Лукашенко побывал в Кении. Эта часть для нашей страны наименее изведана. Активизировать сотрудничество и наметить конкретные проекты президенты условились на том самом климатическом саммите в Дубае. В перспективе может появиться и дорожная карта проектов. Сейчас нам, я думаю, нужно определить направление дальнейшего нашего сотрудничества и выйти на некий план, конкретный план по этим направлениям нашего сотрудничества. Если мы хотим сотрудничать, я уверен, что мы такой план, дорожную карту сможем выработать, так как мы это сделали с другими странами Африканского континента. Вы должны знать, господин президент, что если мы договоримся, мы пройдем быстро этот путь. Потому что ваша страна очень важное стратегическое положение занимает в Африке. Вы во многом определяете политику Африканского континента. И об этом мне рассказывал президент экваториальной Двинеи. Мы с вами приняли решение о том, что мы интенсифицируем наши отношения. Значит, группы специалистов с нашей стороны и группы специалистов с вашей стороны обменяться долгими визитами, близко познакомиться со странами и уже начертать этот конкретный план действий. Спасибо вам за приглашение с официальным визитом посетить вашу прекрасную страну в то же время. Я хочу пригласить вас в Беларусь в удобное для вас время. Я буду рад встретить вас в любое время. Но думаю, в первом полугодии будущего года вы найдете такое время, чтобы приехать к нам в Минск. Вес Африки в мире с каждым годом будет только возрастать, убеждены аналитики. И позиция Александра Лукашенко по развитию сотрудничества дальновидная. Глобальное переустройство мира невозможно без этого континента. С одной стороны мы открываем для себя Африку, с другой – с нашей помощью эта часть света открывается миру. Уже в следующем году Беларусь сделает упор на сотрудничество с Индией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова